Привет, друзья! Сегодня ко мне из Китая пришла вот такая посылочка, в которой находится тестер для тормозной жидкости. Пакетик я уже вскрыл, так было мне необходимо. Здесь вот находится тот самый тестер тормозной жидкости, и для чего же он предназначен. Тормозная жидкость, вот в частности я взял себе ДОТ-4 сейчас, буду на нём экспериментировать, это самый распространённый тип тормозной жидкости. Жидкость тормозная гидроскопичная, то есть что это означает? То есть она в себе может накапливать воду. В связи с тем, что тормозная жидкость закипает при температуре от 150-200 и выше, то вода закипает при 100 градусах, как мы знаем. И поэтому, если в тормозной жидкости накопилось достаточное количество воды, в частности где-то более 5%, то тормозная жидкость может закипеть, и как говорится, педаль тормоза проваливается, и тормоза исчезают. Так вот, тормозную жидкость рекомендуется менять, ну в среднем это где-то 2-3 года, ну в 2-3 года один раз менять жидкость. Но на практике, конечно, можно и почаще, и желательно каждый сезон, то есть раз в год можно поменять. Это, конечно, будет самый оптимальный вариант, потому что делайте это для себя. Итак, тестер тормозной жидкости у нас показывает в процентах, какое содержание воды находится в тормозной жидкости. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас в комплекте не идут батарейки, потому что сейчас в последнее время почта Китая что-то капризничает и не разрешает различные батареи, аккумуляторы переправлять. Ладненько, сейчас поставим батарейку и попробуем проверить. В верхней части тестера располагается вот такой лючок, под которым мы должны установить аккумулятор или батарейку формата 3А, ну так называемую мизинчиковую батарейку. Так, устанавливаем, нажимаем кнопочку, он нам пишет 0%, ну естественно сейчас у нас здесь никакой воды нет и также означает это, что аккумулятор в норме. Через несколько секунд он автоматически погаснет. Вот он погас. Итак, давайте попробуем провести теперь эксперимент. Возьмем вот эту ДОТ-4, нашу тормозную жидкость. Изготовлена она 10.02.16, сейчас у нас середина марта, то есть в принципе ей только месяц. И хранится она всегда в запечатанном состоянии. Здесь вот эта пленка, она здесь неспроста, потому что тормозуха, как я говорил, гидроскопичная, то есть накапливает в себя, впитывает в себя буквально влагу, воду. То есть она буквально из атмосферы будет напитываться влагой, поэтому если у вас есть открытая тормозуха, то в принципе желательно ею и не пользоваться. Так, ну это я специально купил для эксперимента. Снимаем наклеечку, убираем ее в сторону и пробуем налить вот, например, в этот стаканчик. Так, наливаем. Я думаю, для эксперимента этого будет более чем достаточно. То есть налито у нас, ну где-то одна треть стаканчика пластикового, стаканчик полностью сухой. Итак, пробуем еще раз все у нас показывать по нулям, когда у нас контакты не заведены в тормозную жидкость. То есть вот эти контакты необходимо погрузить в тормозную жидкость и нажать кнопку. Так, сейчас дождемся, когда оно выключится у нас. Все выключилось. Погружаем. И, как бы вам показать, нажимаем. Оп, показывает нам окей и менее 1% содержания воды. Так, немножко я вытащил контакты, сейчас пониже опущу. И еще раз проверим. Оп, менее 1% все так же показывает. Замечательно. То есть тормозная жидкость у нас полностью готова к эксплуатации. Она у нас не просроченная, хранилась наверняка в норме. И защитная пленочка свою функцию выполняла. Так, берем обычную воду. То есть из-под крана буквально обычная вода. Немножечко наливаем туда. Ну, хотя, наверное, я много плюхнул. Перемешиваем. Как можем. И таким же мотором замеряем. Погружаем контакты. Нажимаем кнопку. Более 4%. Как вы видите, содержание воды в тормозной жидкости. То есть, если более 4%, все, как бы уже пора менять эту тормозную жидкость. В принципе, даже если вот где-то в около 2%, уже все, уже пора будет призадуматься. Так, ну, много я, конечно, плюхнул. Да, более 4%. Так, но давайте сейчас попробуем исправить ситуацию следующим образом. Я попробую добавить туда еще тормозухи, чтобы процентное соотношение воды стало меньше. Так, налил я тормозной жидкости. Так же мы это дело перемешиваем. И пробуем. Хотелось бы увидеть какие-нибудь другие значения. 2%, например, включаем. Все так же 4%. Ладно, пробуем еще тормозухи подлить. Разбежался я с количеством воды. Вот, я думаю, вот это уже будет поинтересней. Так, пробуем. Оп. О, менее 3%. То есть, больше 2%, но менее 3%. Как бы тоже это критичное содержание воды в тормозной жидкости. Соответственно, такую тормозуху тоже необходимо поменять. Так вот, таким прибором можно... В принципе, если вы меняете каждый год, то нет необходимости вам его покупать. Он вам не нужен. Ну, если у вас, например, там, вы любитель покупать машины, менять их, да, либо там просто любите потянуть подольше с заменой тормозной жидкости, ну, поменять ее, так скажем, вовремя, да, так скажем, на грани уже. То есть, в принципе, данное устройство вам подойдет. Вы будете знать, какой процент воды у вас в тормозной жидкости. Либо вы там, если эксплуатируете машины после кого-то, например, там, сменами работаете, вахтами, да, и тому подобное. То есть, вариантов может быть много. То есть, когда перед вами какой-то, так скажем, новый автомобиль для вас, и вы не знаете, то, в принципе, можете данным прибором замерить, посмотреть, стоит ли менять, не стоит ли менять. То есть, в принципе, штука недорогая. Стоит она недорого. Ссылочка на нее будет под видео в описании. Также там будет информация о том, как купить любой товар на сайте Алиэкспресс. Дешевле тоже там ссылочка будет, посмотрите. То есть, данный прибор стоит недорого. И, так скажем, у автомобилиста он быть, как я думаю, должен. Себе я взял. Я думаю, он мне пригодится. И пригодится неоднократно. Так что, вот такой вот замечательный, компактный прибор. Неплохая помощь будет для автолюбителя. Рекомендую к приобретению. Он работает, сами видели, сейчас проверили. И теперь, я думаю, проверю все свои машины. И что там с тормозной жидкостью. Прям даже интересно стало. Ну, а кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok